Ну что же, привет дорогие друзья, и продолжаем проходить к сливанию Symphony of the Night. В прошлом видео мы открыли второй перевернутый замок, и сейчас мы продолжим его изучение. Так, и теперь бы главное сообразить, куда нам надо. Самое главное, боссы находятся на все тех же местах, где и находились в обычном замке. Но, сейчас это совсем будут другие монстры, и очень интересно на них посмотреть, кто нам будет противостоять уже в этот раз. Ну вот, вроде бы научился справляться с данными надгробиями, и особого труда они нам не составляют. Фу, плохой камешек. Так, бежим дальше. И вроде бы это последний. Нет, еще один тут притаился. Поджидает нас. Как бы съесть или притавить. Но думаю, все-таки сначала полетаем около покоя графа Дракула, посмотрим, что у нас в этой локации. Может, все-таки что-то пропустили? Какие-нибудь интересные вещи, плюшки. А потом пойдем в нашу любимую часовую башню. Я надеюсь, там секретов больше таких идиотов не будет проворотами в нужном направлении шестеренок. Потому как, ну, в прошлом видео это доставило достаточно много проблем. И на решение этой задачи было потрачено много усилий. Так, а там мы что-то сломали. Стена поддалась. И здесь у нас меч. Сорт оф даун. Ладно, потом посмотрим. Но, по крайней мере, по виду мне этот мечик нравится. Надеюсь, что по характеристикам он будет лучше, чем цветон меч. Здесь вроде бы все. Продолжаем движение. Так, и часовая башня у нас. Так, сначала откроем комнату быстрого перемещения. Она у нас точно здесь должна быть. Да. Так, тут проход у нас не ломается. Ладно, меч потом проверим. Не хочу на это отвлекаться. Здесь мы были. Давайте теперь вниз. И вот в данную дверку. Да, вроде бы сюда. Так, а здесь нас уже встречает первый босс. Перевернутым замком. Темно-крылая летучая мышка. Ну и по нам урон небольшой проходит. Так что мы с ней разделаемся быстро. Что тут поймать? Давай наш демон. Подручный. Помогай. Убей эту мышку. А ты даже на нее не реагируешь. Пару раз ее как-то слабенько кольнул. И все. Не забыл. Теперь он все-таки о нас лучше беспокоится. Летает рядом с нами, чтобы нас никто не укусил. И подкрался сзади. Так, ты мне уже начинаешь раздражать мышку. Готово. Отлично. И нам дадут увеличение здоровья. Нет, но дали колечко. Кольцов Влада. Да более знакомые места. А статуи тоже остались? Так. Там. Мы попали сюда. Бува как наив. Ну не знаю. Вроде бы он слабенький. Так, динамит раздобуду. Да и статуи на месте стоят. Но правда данная статуя к нам не... В какое направление не указывает. Так, а это уже что-то новое. Так, сверху мы ходить можем. Это уже хорошо. Так, рыцарь-бомбист. Не мешайте нам, пожалуйста. Скипетр. Рунный скипетр. По урону он лучше, чем святого меча. Давайте посмотрим. Дальность урона у него выше, чем у меча. Хотя скорость немного меньше. Ну ладно. Тоже буду надеяться, что... Классное оружие еще найдем здесь. И покручу доспехи. Кстати, у нас еще доспехи и меча лукарда где-то должны валяться. Хотя в первом замке мы находили что-то подобное из экипировки лукарда. Но это не настоящая, а поддельная вещь. Ох, какая классная штука. Так как я это сделал? Ну же? Нет, не получается. Но мне кажется, это все-таки возможность как раз этого скипетра. Надо будет почитать, посмотреть, как выполняются данные суперфишки. Так, а у вас тут еще и двое. И убиваются с двух ударов. Отлично. И стену они еще проломали для меня специально. Подвони вам благодарен. Только что у нас здесь находится. Интересно, как подсвечники крепятся к потолку. Клеим моментом. Так, и здесь ничего интересного нет. А тут у нас увеличение здоровья. Отлично. Мы его убили, но он нас все-таки задел. Тьфу, перепутал. Сначала у нас было увеличение сердец. А здоровье у нас теперь 317. Неплохо. Растем. Все-таки до 500 мы дойдем. Вот самый главный вопрос. Интерес. Так, здесь только наверх у нас путь. Совсем забыл про этих рыцарей. А вот и головные медузы появились. И теперь они все у нас с окаменением. Отлично. Вдвойне отлично. На что такое? Все-таки попался. Но ничего, потихоньку. Потихоньку. И мы справимся. И на этом отрезке, скорее всего, мы сможем его без проблем преодолеть. Только в форме летучей мушке. И нам даже так не дает пролететь. Ай. Черт, нет, все-таки упали. Да, что ж такое-то. Может, направо? И мы еще в самом низу. Так, давайте поменяем демона на меч. Я думаю, он все-таки нам больше поможет в этом деле. Да. И уже польза видна. По крайней мере, он будет немного крошить эти головы летающие. Останавливать их еще на подлете к нам. И не успели. Давай, мышка. Я в тебя верю. И вода вниз. Точно вверх у нас течет. Да, интересно, тут законы физики. И все-таки загадка с данной дверью здесь тоже присутствует. Так. Две шестеренки у нас в этом зале находятся. И две шестеренки в соседнем. Ну что, будем их крутить? Я думаю, да. Стоит все-таки попробовать. Может, там какие хорошие вещи у нас лежат? Так, и как же по ним бить теперь? С помощью дуточей мышки? Потому как с этого ступа я просто тупо не допрыгиваю. Да, и голову нам здесь как никогда мешает. Были бы они без окаменения, было бы намного проще и лучше. Простые зелененькие летали бы. Давай-давай, успеваем. Отлично. Есть. Это хрустнул. Я думаю, принцип мы уже знаем, как общаться с этими шестеренками. Так, вроде бы оно щелкнуло. Честно отвлекся. Но эти головы... Сраные. Уйди, уйди. Весь. О, святая вода тоже на этой шестеренке срабатывает. Отлично. Так. Пока вроде получается. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Благо мы рыцарей всех поубивали, а они не резнулись. Хоть только голову нам мешают. Так, и эта шестеренка тоже хрустнул. Отлично. Теперь нам надо в соседнее помещение. Там еще две шестеренки у нас. Так, давайте сначала расправимся с этими гребанными рыцарями. Так, у нас лавелап. Но при этом жизни не восстановили. Так, святой дух, помоги нам. Да что, у тебя. 100 жизней. 90. Даже 87 уже. Давай, лукарк, мы справимся. Только не помри раньше времени. Я тебя прошу. Есть. Это тоже хрустнуло. Или нет? Честно, я немного путаю сейчас в духах. Пытаюсь уклониться от опознанных летащих объектов в виде дуракских голов. Все. Теперь точно хрустнуло. И последняя шестеренка. Так, не наверх. Меч, спасай нас. Помогай. Это у нас прокаченный, друг. Сколько с нами ты уже боев провел? Так что, давай. Вернулись, отлично. Ну, уже последняя шестеренка. Жалко, туман не может атаковать. А то бы в форде тумана сейчас бы быстро решили эту проблему. Без всяких затруднений. Блин, а наше хрустнуло. А я еще один удар пробил. Так, ладно. У нас получится. С тремя шестеренками получилось. Четвертая будет. Тоже наша. И плюшки в комнате останутся только нам. Главное в конце пути мне психануть и... не забить на это дело с решением данной головоломки. потому как жизни у нас потихоньку заканчиваются. Вот только головы никак у нас... никак от нас не отстанут. Давай. Сколько я тебя уже вью, а то все... не поворачиваешься в нужном нам положении. есть. Хрустнул. Теперь нам надо наверх. Это уже намного проще. А что? Не успел даже пройти соседнее помещение уже сразу в камень превратили. Ну, я надеялся, что... что-то все-таки получше здесь будет лежать. Так, что нам вообще попалось? Я уже забыл. Пока возмущался по этому поводу. Так, давайте стальной меч... Тьфу. Стальной шлем оденем. Ладно. Там же кольцо какое-то было? Вроде бы. И давайте подлечимся. Деечкой. Да. Я думаю, это будет самое то. 159 хп. Ну, половина, нормально. Так, а что-нибудь еще у нас есть для останавливающего? Ладно. Оставим это на потом, пока нам хватит. Да, я думал, я там смогу пролезть все-таки. Да что ж так не везет-то? Все, отстань от меня. А, какое-то невезучее место. Фу. Плохие рыцари. Алукарт вниз. Давай вниз. И налево. Так, а нам здесь? Нам здесь? Вот, не ориентируйся. Пока еще не привык к перевернутому состоянию карты. Так, пусть будут лучше ножи. Пепел мне не так нравится. Так, здесь намного проще, потому как рыцаря нету. А летают только головы. Они только так по-свински подставляют на приходе из локации в локацию. Так, а это у нас помещение? Что это у нас за помещение? А фиг пока знает. Кстати, горы перевернуты тоже кверху. Дном. Вершинами вниз. Интересно, должен был уже только замок быть перевернутый? Наши любимые друзья. Рыцари Вальгавы. Да, хорошо. С ними помогают нам кинжальчики. Воспользовался бы святой водой, но у нас ее пока в наличии его нету. Так. Топор. Давайте его оставим. Так, здесь стена у нас не ломается. Тоже ничего нету. А внизу у нас точнее крыша данного помещения из чего у нас состоит. Так, магическая стрела наверху. За ней залетим. Карма Коин там лежит. Темный меч. Люминус. Что он нас дает? Меня заинтриговало его изображение. Так, ну по урону хуже. Меч выкован эльфами. Если я правильно прочитал. И что он хорош против эльфов. Вы больше никаких подсказок нам не написали. Так, и здесь стена у нас тоже не ломается и не хранят в себе никакие сокровища. Денежка, в принципе, тоже нам не нужна. Так, а вот она и Карма Коин. В стенах пусто. Мэджик Миссл. Ну, вроде бы тут все. Хотя давайте проверим, что у нас за проход снизу был. Да, единственное сейчас, что не нравится, это надо обойти все эти мостики развалины. чтобы попасть вниз. Ладно. Благо, что это не полчаса хотя бы занимает. Так, и откроем карту. У нас еще осталось две концовки и они как раз зависят от того, на сколько процентов вы откроете карту обоих замков. то есть обычный замок у нас в котором мы бегали в первой части игры это 50% карты. То есть также надо открывать полностью и перевернутый замок. и если мы открыли менее 100% но лет бы даже давайте посчитаем что один замок это 100% то есть 200% всего у нас размера карты то если мы открыли менее 200 или 190% что ли 195% карты то у нас одна концовка если открыли 200% то у нас будет самая лучшая картука так что не пропускайте в таких больших помещениях кусочки карты иначе нужно будет возвращаться а это не всегда так приятно как хотелось знать потому как ну неинтересно по одним и тем же местам бродить несколько раз тем более если они еще далеко находятся вот в финальной точке сюжета либо самой игры так и это у нас внешняя стена замка интересно лифт тут будет у нас работать и вообще есть ли у нас в перевернутом замке ну как раз посмотрим узнаем так я думал игра повисла но нет все нормально даты сохранена точнее данная игра сохранена и мы восстановили здоровье отдай свое сердце факел так и теперь у нас здесь летает странного вида череп при том при всем еще желтый и не ломающийся понятно кусается больно ладно тогда по ним к ним попадаться мы не будем 100 монеток отлично так откроем быстрое перемещение вроде бы оно у нас здесь да вроде бы тут все по крайней мере это сохранит нам немного времени если понадобится как-то врагов слишком мало тут он не накапливает так а эти монстры 5 урона наносят но немного но уже больше чем было по крайней мере так что летучая мышка помогай вы почкуетесь что ли и получили из них сюрикен самое главное интересное то что в обычном замке мы смогли спокойно точнее могли спокойно допрыгивать с лестницы на лестницу а здесь уже нет не получается ну что же пойти вправо или наверх давайте наверх вот и сходим посмотрим что у нас тут творится все таки с одной стороны хочется немного поругать разработчиков что они честно сэкономили просто перевернув замок и добавив немного других врагов и не придумали ничего нового для продолжения но все равно интересно по крайней мере я думаю не каждый додумался и вообще когда-либо додумывался что в этой игре есть перевернутый замок ну да ладно я думаю каждый ход кто почитал прохождение либо посмотрел его на ютубе рада или поздно узнавал о этой маленькой хитрости и возвращался в игру так ну а здесь вроде бы мы все уже осмотрели так и у нас увеличение сердец вроде бы попалось так выключи мышка снова это уже крутые скелеты а своих ты убиваешь ну до второго просто не достреливать ладно будем надеяться что они своих тоже косы будут и у нас левелап отлично и наверху у нас увеличение сердец как я понял здесь монстры нам дают опыта намного больше чем в обычном замке и это радует все таки какая-никакая но прокачка есть и небольшие но бонусы она дает так и здесь у нас ничего интересного нету тогда спускаемся вниз а за цепи вылететь нельзя да какие буйные скелетики так а вот и не попал буквально убив пару скелетов мы заполучили еще один уровень прекрасно так и здесь у нас стена не ломается но мы можем в форме облака очень тумана пролететь через данную решеточку и заполучить молот и какой-то шоттер и он у нас даже лучше по урону давайте его попробуем хотя нет все таки оставим или попробуем давайте попробуем привыкажем иногда к оружию и не хочется его менять даже на более лучшую какую-то вещь 48 урона эпоха черепки все таки не ломаются даже этим оружием дим сам сет скорее всего оно у нас будет улучшать ну как улучшать а восстановить жизнь это еда что-то наподобие суши если я не ошибаюсь давайте в новую локацию или все таки внизу проверим что у нас здесь находится справа там скорее всего должна быть библиотека или библиотека все таки проходит выше кажись она проходом выше находится сердечко не улетай 50 урона меня все больше и больше радует этот новый серп если это серп так здесь у нас сохранение отлично так и отлично сохранение прошло и я думаю все таки стоит навидеться в библиотеку а внизу внизу здесь будет поджидать босс давайте посмотрим кто это Франкенштейн кстати он мне кого-то напоминает слушайте а он как-то похож на Дюкнюгина ему так не хватает черных очков даже красная рубашка и черты лекса тоже совпадают духи ну хоть попадите по этому боссу в принципе несложный босс и главное вовремя выворачиваться от этого муха и от покатушек по полу и у нас получится а в обычном замке мы здесь встречали нашего двойника причем он был намного сложнее чем босс с которым мы сейчас сражаемся хоть у него и неплохой урон по нам проходит но мы с ним справимся хоть может это и займет энное количество минут нечет как-то вяленький вот ну ладно мы все равно справились у нас лавлап и увеличение жизни нет мы добыли зуб влада то есть зуб графа дракулы от первого босса мы заполучили кольцо вроде бы сейчас у нас его зуб мне кажется это отсылка к второй косливании к самой второй косливании которая еще на нас выходила ну ладно еще посмотрим изучим его зубки дают ли они какие-то бонусы нам или просто нужны для какого-либо ритуала по уничтожению графа дракулы так а здесь у нас библиотека интересная библиотека у нас только в обычном замке присутствует или здесь тоже будет я опять ловел лап да быстро здесь мы вырастем уровня рыцарь львы мне кажется или у разработчиков немного закончилась фантазия прыгнувший шесть труб нет ну как фантазия то есть но что-то оригинальное для игры сделать как-то не очень у них получилось ну ладно выглядит все равно забавно не буду спорить ну каким-то хэллоуином больше попахивать честно вот мое первое впечатление R2 D2 с топором ты же добрый робот почему ты нас бьешь так и голову у нас постоянно здесь рессуется и R2 и R2 D2 у нас не выстрелил да и библиотекарь здесь у нас нету но зато на его месте пару колец мы нашли так и самое главное у нас библиотека большая нам ее изучать и изучать так и здесь стены не ломаются как я понимаю вошли на одном ярусе выбрались на другом так а что у нас тут творится какая хорошая миротворяющая музыка саундтрек не придраться в этой игре конечно же сохранимся так а давайте на ярус ниже наверное еще спустимся или у нас его тупо нету так а здесь мы направо пройти можем ладно пока туда не пойдем а продолжим изучать библиотеку отстань отстань от меня отстань от меня отстань от меня нас преследуют две глазки да что по всех нам был рамен отличная идея у нас закончилась но появился рамен суши вот 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 интересное данные львы рыцарин нам будет на протяжении всего замка встречаться так так с еще одним разобрались опять прыгающие трупы на шестах а почему кровь зеленая интересно какой-то паразит в них селился и давай мышка помогает нам залетить наверх следующий рыцар да какие-то шестые не особо злые враги потому как мы можем спокойно под ним находиться они нам никакой грузы при этом не представляют не представляют простите ну хоть как бы что-то тут поинтереснее будет чем дюк-никель перерос простите так здесь мы поднимемся наверх тогда спускаемся и уже осмотрим помещение которое находится здесь у нас внизу и да здесь можно спуститься вниз да что что за голова то такая чья ты летаешь голова в пакете или она пытается притвориться призирком так здесь у нас пусто печально где-то здесь еще не должны были быть помещения типа склады книг точнее архивы документов более заброшенные чем данное помещение сейчас мы его найдем так вроде бы здесь мы были а да направо точно сначала сохранимся и отсюда пойдем уже направо вот кажется тут есть помещение да они есть да по смысле они не представляют но мешаются при этом хорошо так мешаются а как бы тебя по-быстренькому и без вреда себе убить такая предсмертная агония нет все равно надо было добить его ладно будем знать прошлые роботы этого не делали так и тебя мы тут потихоньку забьем так давайте наверх сначала заглянем потому как босс вроде бы внизу будет здесь так так будешь крутить топориком да шесть так вроде бы нас не доставало это хорошо так с помощью книги да это не вариант с тобой разобраться так интересно кого мы здесь еще встретим ну я думаю библиотеки кроме рыцарей дво братьев р2d2 этих трупов на палочке мы никого больше не встретим так стена здесь не ломается я тебя слышу и вот против вас числе нам хорошо очень помогут отлично ладно на эту локацию числе мы оставим деньги и старбит если я правильно произнес конечно наверное дорогое кольцо для продажи но в нижний замок я как-то не хочу возвращаться тупо для продажи данных колец и получения денег не хочу и не буду так что у нас дальше ну я думаю теперь можно спокойно спускаться вниз и судя по звукам там у нас также трупы на палочке прыгают да даже целых три штуки да вот трупы при этом не останавливаются у нас при использовании таймера интересно почему лан давайте сначала с нашим любимым роботом разберемся ну и со всем палками заодно интересно чем вот объясняется то что на ней только монстров используют ну действует остановка времени а на других нет я нигде такой информации не слышал нигде не попадался не попадался просто с игровым временем не знаю давайте посмотрим интересно так же получается в уровне будет прокачиваться или просто тупо вовремя игры ладно посмотрим и проверим по крайней мере у нас есть на что его сменить так что если не понравится вутиль сразу вутиль на переплав блин было бы намного прикольно если бы для в кослевании сделали разговаривающий меч жаль такого нету именно в этой игре а было бы забавно так и в библиотеке мы босса не встретили хотя на первом этаже был какой-то мини-босс точнее в первом замке в библиотеке был мини-босс а здесь мы его не встретили ну и хорошо нам меньше проблем быстрее пройдем игру все мы сохранились теперь давайте выбираться из библиотеки во внешнюю стену так уже 48 урона у нас наносится было 44 но правда монстры другие у нас выступали мишени и проверка меча так давайте пройдем через комнату где у нас обычно сидел библиотекарь может тут еще что приятно появилось нет ну и ладно идем дальше так давайте все-таки мунрот оденем точнее шоттл он у нас помощнее так мы эффективнее разберемся со всей этой гадостью самое главное на нас робот никак не реагирует как-то его немного подключило но все равно лучше немного подстраховаться и включить сразу замедление времени одна монетка мы богаты так ниже у нас ничего идем дальше меч ты у нас прокачиваться будешь 15 урона очень серьезно ты же у нас самый крутой фунглер так и вроде бы нам налево это прямо башка готова сцехму скажем кто еще это название придумал да и самое главное у рыцаря же потом ихние души высвобождались и они тоже на нас нападали а здесь у рыцаря тигров такого нету и вы только посмотрите у нас здесь туман либо пожар идет скорее всего туман и теперь хороший вопрос почему так что произошло ладно я думаю нам это как-нибудь расскажут сохраняться не будем а пойдем эдер пока жизни у нас есть так что не помрем сказал бы я как эта локация называется но не помню куда мы сейчас попали игра нам тоже не подсказывает ну и вот интересно а здесь глазик у нас за окнами следит за нами нет здесь все тихо и хорошо и это радует но при этом за окнами мы также видим лес а замок как мы помним у нас если перевернутый замок витал в облаках откуда у нас лес за окном ну ладно маленькая мелочь маленькая недоработка не будем особо на нее обращать внимание и так все классно и хорошо как черепок в нижнем замке у нас здесь я не знаю как даже назвать мантикоры были цветов с женщинами просто и вот этих машинок здесь не было они наверное очень больно кусаются не будем проверять так давайте-ка проверим что у нас наверху айронбол меч дайте хороший меч так не попались отлично здесь машинок этих нету справа у нас тоже ничего интересного нету потихоньку заполнил наши сердца простите я случайно ровно эти машинки кусаются 50 жизней 60 почти даже 47 и что самое обидное замедление времени на них не работает так так у нас 53 жизни надо бы подлечиться либо добраться до сейва аккуратно так летучая мышка ты нам в помощь здесь фу плохи машинки чистый подвод так а здесь у нас чисто отлично мил тикет мы подобрали так мил убей эту гадость кстати да я совсем не забыл про форму тумана давайте с помощью нее и будем пробираться через такие труднодоступные вообще сложные места всем привет и полетели наверх посмотрим что у нас находится тут так а здесь есть сетьмашинки нету отлично тогда давайте наверх вроде бы в первом замке внизу у нас были какие-то вкусняшки и судя по двери по двери которая ведет нас в другую локацию я все-таки попутал места ну да ладно так а это у нас пуск подземелья да это она где-то здесь должен быть сейф вот он отлично восстановим жизни ну и сохранимся конечно же самое главное здесь у нас вроде бы совсем другие враги должны быть хотя нет все то же самое пока и скелеты кидающиеся костями и стреляющиеся энергетическими лучами так давайте чисто оставим они мне понравились правда сердец очень много жиров ну да ладно канделябров у нас еще много так что сердец мы еще и наберем а ты ломаешься я думал не получится даймонд бриллиант отлично нравится мне эти часы нет 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 у нас остался крест ладно будем как-то уживать с ним так это у нас пустая ну да там мы уже колечко свое добыли из этого а пока продолжим изучение данной локации а самое главное попробуем сейчас пробраться в ту комнату где у нас находились большие часы и посмотреть что у нас теперь там находится я совсем про вас забыл вот всегда что-то супер или какой-либо супер прием получается спонтанно честно даже комбинация клавиш не знаю как вызвать супер прием с помощью креста зато когда когда надо все безопречно получается сумма тебе не буду я на тебя отвлекаться пойдем дальше так и мы вернемся увернемся да меч уби его а вот тут не получилось мы сейчас отомстим и кстати у меня первый раз такое маленькое количество сердец запаса да как-то я активный в этот раз использую и здесь и враги попасть так и мы уже почти добрались до нашей комнаты так а вот у вас здесь не было 95 урона 65 урона неплохо давайте от них пока не будем отвлекаться так ты от нас отстань сейчас наверное мы где-нибудь помрем туман медленно потихоньку мы доберемся до конца данной комнаты так отстань плохой рыцарь фух мы здесь оу как отрылись поможем выбрать любое оружие шикарно так и увеличение количества сердец надо запомнить что у нас здесь собрано все оружие оружие доп оружие и увеличение количества жизни отлично 388 теперь у нас ладно пока оставим часики где бы по-быстрому набить полный комплект сердец так и у нас открылся открылся проход направо и дальше в локацию наверное нам надо давайте посмотрим нет не хочу туда не пойду так а правый у нас да при использовании часов как раз открывается проход а здесь у нас зелье сопротивления только печально в этом замке мы набираем сплошные зелья так теперь мы можем уже идти дальше в другую локацию ну я думаю на сегодня мы прохождение закончим потому как уже час мы здесь уже набегали ну а если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал пока пока